Чувашские оперативники по горячим следам раскрыли грабеж, совершенный в Чубоксарах в отношении 95-летней горожанки. Незнакомцы вошли к ней в квартиру под видом работников ЖКХ. Подробнее в материале наших коллег из пресс-службы МВД. Тот день 95-летняя жительница дома по Московскому проспекту до сих пор вспоминает с ужасом. Утром в ее квартире раздался звонок. Мужской голос за дверью ответил ей, что пришли проверить сантехнику. Дверь открыла и три мужика валились вот сюда в комнату. И меня повалили на пол. Руки, ноги завязали. Здесь клеп. Я ничего не могу сделать. Нападавших было четверо. Трое мужчин и одна женщина. В квартире они обнаружили 50 тысяч рублей. Но вскоре незваным гостям пришлось ретироваться. Их спугнули настойчивые звонки в дверь соседки, которая периодически навещала пенсионерку. После ухода злоумышленников потерпевшая смогла кое-как освободиться и позвонила в полицию. Этот факт сразу же был взят руководством МВД на личный контроль. На раскрытие преступления были брошены лучшие силы уголовного розыска. В дальнейшем в ходе проведения оперативно-нужностных мероприятий и следственных действий, также благодаря стаженным действиям сотрудников полиции и экспертов, удалось выйти сначала на одного преступника, установить. Потом установили местожительство соучастницы. В течение нескольких часов полицейским удалось установить личности всех подозреваемых и задержать их. В настоящее время трое мужчин 28-43 лет и 37-летняя женщина арестованы. По предварительным данным, именно она узнала адрес одинокой пенсионерки. Позже потерпевшая вспомнила, что двое из них, в том числе и женщина, уже ранее приходили к ней под видом работников газовой службы. Тогда после их ухода пропали деньги. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. В ходе обысков у подозреваемых обнаружены наркотики и около 15 тысяч рублей. Остальную сумму злоумышленники уже успели потратить. Я эти деньги копила сколько лет на похороны. Я же старая, мне умирать скоро. Полицейские располагают информацию о причастности данных людей к совершению еще как минимум одного подобного факта. Если вы стали жертвой их преступного посягательства, обращайтесь в полицию по номеру 02 или 020 сотового телефона. Продолжение следует... Продолжение следует...